Доброе утро, уважаемые коллеги. Очень приятно всегда встречаться в аудитории экспертов и специалистов, которые работают в сибирских регионах, поскольку сам я тоже выходец из сибирского региона. И во многом опыт Института молодежной политики – это опыт, конечно же, реализации конкретных мероприятий, конкретных проектов, который вырос из Сибирско-федерального округа. Поэтому вдвойне приятно всегда работать с земляками. Мы являемся институтом, который работает уже практически 7 лет, занимаясь профильно обучением специалистов по работе с молодежью, занимаясь профильно проведением молодежных мероприятий и изучением молодежной аудитории, аудитом нормативного состояния. Поэтому то, о чем мы сегодня с вами будем говорить, это в первую очередь обобщение наших практических, экспертных взглядов на те моменты, которые возникают в нашей с вами повседневной практической работе. Те моменты, которые не всегда мы с вами успеваем рефлексировать, потому что жизнь достаточно быстрая штука, и у нас не всегда есть возможность с вами остановиться и подумать, как бы хотелось на самом деле. И, конечно же, тем, что организация работы с молодежью – это очень динамичная сфера. Особенно явно это видно просто потому, что молодой человек живет на совершенно инных скоростях, чем, к сожалению, часто живем мы с вами как специалисты. Поэтому в работе с молодежью традиционно существует очень сложный момент, связанный со скоростью, в том числе научного осмысления тех вещей, которые связаны с нашей с вами профессиональной деятельностью. Поскольку наука – это штука достаточно долгая, наука – это штука достаточно основательная, очень часто всегда в нашей с вами работе, в профессиональной работе в первую очередь, есть соблазн, ну, скажем так, немножко дистанцироваться с науки, потому что она слишком методологичная, слишком сложная, слишком небыстрая для наших с вами задач, когда нужно сегодня утром, хотя уже вечером, например, или завтра с утра, времени остается совсем немного, и нужно какое-то решение. И, конечно же, у нас очень часто с вами не бывает возможности проверять его научную обоснованность. Очень часто не бывает с вами времени как-то его верифицировать, потому что, когда по-хорошему мы продумываем с вами мероприятия, да, ну, нужно хотя бы как-то вот проверять, насколько они там интересны про целевой аудитории, проводить какие-то предварительные исследования. У нас нет на это времени с вами обычно в нашей с вами повседневной работе. И поэтому то, о чем мы с вами будем говорить, в первую очередь касается, конечно же, профессиональной деятельности специалистов по работе с молодежью, касается в первую очередь тех компетенций, которые требуются современному специалисту по работе с молодежью, и тому, насколько часто наш с вами повседневный практический взгляд убегает вперед от научного осмысления о том, какие истории, связанные с научной матчастью, мы все-таки с вами вынуждены использовать, просто потому что, если этого не делать, то мы с вами окажемся просто нецелесообразны в нашей работе, мы окажемся с вами не сообразны целевой аудиторией и в конечном счете просто неэффективны с точки зрения профессиональной результативности. Ну вот прежде чем я перейду к материалу, который хотел сегодня вам представить, я прошу вот тех уважаемых коллег, кто у нас сегодня в Zoom, значит, на всякий случай, я вам честно скажу, если у вас есть возможность как-то маякнуть в наш чат, вот я вижу, что тут коллеги пишут, что у кого-то нет изображения, есть там звук, коллеги, давайте проверим немножко, если вы меня видите, если вы меня слышите, и если у вас отличное, ну у меня утреннее, у вас уже обеденное настроение, то маякните, пожалуйста, в чат хотя бы тремя плюсами, значит, вот видим, слышим и в хорошем настроении, и будем считать, что у нас контакт установлен. Так, отлично, плюсы идут, супер, хорошо. Хорошо. Уважаемые коллеги, давайте договоримся так, если у вас будут возникать вопросы, какие-то уточнения и мысли вот у тех, кто имеет доступ к Zoom, то, пожалуйста, пишите их прямо по ходу, не ждите там времени, когда я скажу, что вот, значит, давайте теперь задавайте вопросы. Нет, пишите их в чат сразу же, если они будут возникать у ваших коллег, которые нас с вами смотрят, чтобы просто мы с вами, во-первых, не забыли весь этот пул вопросов, во-вторых, чтобы я имел возможность, если что, видя вопросы, оперативно просто встраивать их в контекст, в материал и связывать их с теми блоками, которые у нас есть. Но вот прежде чем мы с вами перейдем, если, коллеги, вам интересно поддерживать вот некоторую профессиональную дискуссию о том, как сейчас профессионально выстраивается работа с молодежью, то вы можете всегда вот воспользоваться контактами, которые здесь указаны на слайде. На сайте Института молодежи мы часто публикуем разного рода аналитические материалы, а в телеграм-канале, который указан здесь, мы делимся, как правило, самой оперативной информацией, оперативными исследованиями, нашими взглядами на то, экспертами на то, как реализуется и молодежная политика, и о том, какие вызовы стоят, о том, какие технологии, например, являются наиболее работоспособными. Но телеграм-канал такой неформальный, поэтому и во многом личный канал наших уважаемых сотрудников, мы в том числе, поэтому у вас есть возможность, если что, то, пожалуйста, подключайтесь ко всему этому. Но давайте попробуем перейти к содержанию. И мы с коллегами достаточно долго, вот по последним полутора годам пытались понять, изучить и увидеть, давайте я перелесну сюда сейчас, и увидеть те блоки, которые становятся базовыми вызовами для специалистов по работе с молодежью. То есть, но на каком базовом противоречии это построено? Мы с вами все знаем, что сейчас система молодежной политики на самом деле делает с точки зрения отраслевого строительства, наверное, самый значимый рывок за все время ее существования, я имею в виду в современной России в первую очередь. Потому что отстраивается, наконец, блок, который всегда западал, это блок нормативный, принят профессиональный стандарт, специалисты проводят с молодежью, принят в прошлом году закон. Можно по-разному относиться к контенту и к содержанию действующего закона, например, потому что до сих пор не утихают споры о том, вот это плохо или хорошо, что закон, например, рамочный. И он, может быть, не содержит той детализации, которой бы хотелось, но сам факт того, что впервые был принят федеральный закон, касающийся молодежной политики, подчеркнув, в современной России, это, конечно, событие беспрецедентное. Потому что последний раз такое событие происходило только 30 лет назад, в 1991 году, когда в апреле 1991 года был принят союзный закон, закон СССР о молодежи и молодежной политике в Советском Союзе. И вот, собственно, фактически спустя практически 30 лет, потому что 29 и энное количество месяцев, произошло подобное серьезное во многом историческое событие. Это очень важно. Но, как и всегда устроена нормативная сфера, получается так, что правовое регулирование всегда, ну, хотим сказать, оно всегда не успевает за реальной жизнью. И это нормальная ситуация, потому что прежде чем нормативно урегулировать какую-то ситуацию, она должна произойти в обычной жизни. Должно пройти некоторое время на ее изучение, анализ, на ее осмысление, и потом уже принять решение о том, каким типом правового регулирования должна быть отработана, какими способами и какого типа нормами. Так вот, и второй важный сюжет заключается в том, что любое нормативное регулирование должно быть отстроено так, чтобы охватывать все возможные ситуации, которые могут случиться, и те, которые еще не случились. Но мы их предполагаем, что может пойти как, что-то вот еще по-другому. То есть нормативное регулирование в идеале не может оставлять каких-то блоков неотработанными, каких-то звеньев неучтенными. Именно поэтому уровень обобщения при правовом регулировании любой системы, он всегда, как правило, задается на минимально допустимом уровне. Потому что страна большая, и практики жизни очень разные, и нужно найти что-то, что обобщало бы все и всех. Так вот, именно поэтому очень часто, например, разного рода документы предполагают как минимум, ну вот, извините за тавтологию, минимально допустимый нам был. Вместе с тем это не всегда бьется с требованиями жизни, которые значительно быстрее любого нормативного правового регулирования, которое предъявляет нам с вами разного рода там новые решения, новые задачи ставит перед нами. И поэтому очень часто получается вот эта разорванность, когда вроде бы вот внутри нормативного документа мы должны делать что-то одно, а фактически получается, что мы занимаемся немножко другим. И я думаю, вы все отлично, прекрасно, хорошо знаете, что если начать сравнивать то, что вы делаете, например, как специалист по работе с молодежью с точки зрения должностной инструкции и того, как это отражается в вашей практической деятельности, то, в общем, там есть значительные расхождения, вероятно. Поэтому, когда я пытаюсь сейчас сформулировать ключевые вызовы, я, конечно же, исхожу из того, что это те вызовы, которые задаются нам с вами в первую очередь пространством повседневной жизни. То есть не столько нормативными вызовами, сколько тем, как жизнь адаптируется под новую реальность, сколько тем, как молодые люди адаптируются в этой новой жизни и тем, как мы с вами, как профессионалы, должны работать с изменившимся состоянием молодого человека и с изменившимся состоянием его повседневной жизни. И вот на основе этого мы выделяем сейчас как минимум шесть базовых вызовов, которые серьезно влияют на компетентностный профиль специалиста по работе с молодежью. При этом, смотрите, неважно, в какой профессиональной области вы работаете, мы сейчас будем говорить о всех специалистах, работающих с молодым поколением. То есть как минимум о тех, кто работает в системах органов учреждений по делам молодежи, о педагогах, о тех, кто работает в структурах воспитательной работы, например, в образовательных организациях, о тех, кто в компаниях работает в управлениях корпоративной политики, управления по работе с персоналом, например, и работает с молодыми сотрудниками. Поскольку это вещи общие для всех тех, кто профессионально работает с молодым поколением и обеспечивает так, чтобы молодое поколение встраивалось в нашу с вами жизнь, находило для себя место и становилось полноценными членами общества. Так вот, давайте попробуем каждый из этих шести параметров разобрать. Первый параметр связан с двумя вещами. Это то, что называется психологическим возрастом и взрослыми подростками. С одной стороны, мы с вами сейчас живем в условиях, когда происходит, в общем, достаточно серьезная трансформация во взрослении молодых людей. Дело в том, что мы наверняка неоднократно замечали в профессиональной среде и просто в среде публицистики и там где-нибудь в разговорах, что мы очень часто с вами спорим о том, вот молодежь сейчас, она быстрее взрослеет или позднее взрослеет. Есть те, кто говорят, ну как же так, она взрослеет очень быстро, там, значит, они вот ведут себя значительно более осознаннее, они там, и поэтому они взрослеют быстрее. Кто-то говорит, что да, они очень, в общем, очень инфантильные, и мы в их время уже принимали серьезные решения, значит, как-то выстраивали свои жизненные стратегии там на очень длинные промежутки времени, они вот никак не могут определиться, постоянно там прыгают с одного на другое, на пятое, десятое, значит, и поэтому они взрослеют позднее. Так вот, вообще говоря, с точки зрения, ну, в первую очередь, такого психолого-педагогического подхода и те, и другие правы, потому что происходит противоречие двух, в общем, достаточно серьезных трендов. С одной стороны, ну, я условно использую слово «тренд», оно, конечно, здесь не совсем, вот, с точки зрения прям грубой науки, да, такой, оно уместно, но давайте назовем так, просто для удобства. С одной стороны, есть линия на ускорение личностного взросления, потому что ребенок еще, например, не говорит, но уже умело взаимодействует с гаджетом, например, умеет там мультики себе запустить, умеет быстро освоить внешнее пространство, которое его окружает, физическое пространство. А с другой стороны, есть история, связанная с замедляющимся социальным взрослением. Связано это с тем, что взросление, социальное взросление для молодого человека, в первую очередь, это процесс, который предполагает попадание молодого человека в базовые социальные ситуации, опять же, повседневные базовые социальные ситуации, связанные там с взаимоотношениями, с родственниками, с родителями, с друзьями, с одноклассниками, например, да, и пониманием своих социальных ролей, пониманием протоколов, ну, или там моделей поведения себя в простых повседневных жизненных ситуациях, там, условно говоря, ситуация, когда мы там с кем-то, например, начинаем дружить, или наоборот, например, ругаемся. Ситуация, когда мы там пытаемся найти общий язык с родителями, и там его находим, или, например, не находим. Когда у нас появляется там первая любовь, когда она исчезает, когда мы первый раз сталкиваемся с деньгами и научаемся их зарабатывать, а потом научаемся их тратить, а потом понимаем, что не умеем ни то, ни другое. И все эти базовые социальные ситуации, они лет 35-40 назад еще проходили в жизни молодого человека достаточно сжато, что позволяло нам считать, что примерно к 17-18 годам молодой человек во все вот эти базовые жизненные ситуации попадает. И поэтому, попадая в эти ситуации, он приобретает социальный опыт, он приобретает, проходя через процесс рефлексии этих ситуаций, он приобретает определенное поле ценностей, ну, а если не ценностей, то хотя бы каких-то осмысленных установок, пусть не всегда заложенных там уровень терминальных ценностей, например, которые являются, ну, вот, такими прям историями, определяющими наше поведение на бессознательном режиме. Но вот примерно к этому возрасту молодой человек успевал через все эти жизненные ситуации пройти, и поэтому мы могли сказать, что вот он в 18 лет становился взрослым. Потому что, как вы знаете, возраст в 18-летие, это, в общем, не так давно появившийся возраст с точки зрения продолжительности жизни человеческой цивилизации. Потому что в начале 20 века никакого, конечно, возраста, например, 18 лет совершеннолетия просто не было физически. Вот этот человек сразу же включался в максимально ответственные экономические процессы и считался взрослым там уже в 13-14 лет. Но вместе с тем жизнь усложняется, темп жизни человека меняется, жизнь ускоряется, и вместе с тем, ускоряясь, жизнь приводит нас к тому, что вот этих ситуаций приобретения важного социального опыта, необходимого для социального взросления, в жизни молодого человека становится на единицу времени просто меньше. То есть ситуаций примерно столько же, ну, потому что время у нас не поменялось с вами, вот как было 24 часа в сутках, так и есть. Однако мы не всегда, молодой человек не всегда его использует для того, чтобы пройти ситуацию социального взросления. И это неплохо и нехорошо, потому что сам он себе эту ситуацию не поставит, она должна случиться в его жизни. Это просто трансформация, ну вот, давайте скажем, новой нормой и все. Ситуации социального взросления на единицу времени у современного молодого человека значительно меньше. Когда проводятся разного рода исследования, сопоставляющие психологический и календарный возраст, то становится ясно, что процесс вот этой задержки между фактическим совершеннолетием и формальным совершеннолетием все больше и больше растягивается. И, например, молодой человек, современный, только к 30-31 году попадает во все те жизненные ситуации, важные для вынесения социального опыта, в которые его сверстник попадал 25-35 лет назад к 18-19 годам. То есть фактически возраст растянулся вдвое. И поэтому мы с вами должны понимать, что наша работа с молодыми людьми сейчас в массовом секторе, в первую очередь, молодых людей не с теми, кто демонстрирует рекордные стратегии, то есть там сверхталантливые молодые люди, и не с теми, кто демонстрирует модели поведения, которые мы с вами называем обычно деструктивными или ребята, которые находятся в социально опасном каком-то положении, трудно-жизненной ситуации и тому подобных. Вот мы сейчас не про них с вами, мы сейчас про 80% всех остальных. Так вот, вот в этом массовом срезе происходит, собственно, вот эта важная трансформация. И для нас, как для специалистов в работе с молодежью, для нас становится принципиально важным понимать базовые вещи, связанные с возрастной психологией. поскольку, если мы с вами работаем с молодым человеком, находящимся примерно в какой-то из рамок того или иного психологического возраста, используем при этом инструментарий работы с иным психологическим возрастом, либо более ранним, либо более поздним, к сожалению, мы с вами просто не попадаем в него, в этот самый психологический возраст, не попадаем в, к сожалению, молодого человека. Он в нас с вами разочаровывается, мы с вами в нем разочаровываемся, и, в общем, никакой полезной и никакой продуктивной, никакой результативной коммуникации из-за вот такого рассинхрона у нас с вами просто не получается, потому что мы пытаемся поговорить с ним, например, о каких-то важных и серьезных вещах, полагая, что он успешно прошел взросление в институте школы и выходит из школы, например, со всеми теми важными психологическими новообразованиями, которые он должен был приобрести по всем четырем ступеням сейчас школьного обучения, а он оказывается в школе этого не приобрел, потому что школа не успевает с ним про это поработать, и он, например, будучи в старшей школе, демонстрирует модели поведения, характерные, например, для младшей школы. Мы пытаемся с ним поговорить о каких-то вещах на языке старшей школы, а он нас просто не понимает, потому что у него нет жизненного опыта, на который бы он мог приземлить вот те возрастные инструменты, которые мы используем. Получается, что для специалистов по работе с молодежью одним из важнейших параметров сейчас становится очень хорошее знание возрастной психологии, поскольку в массе своей молодой человек демонстрирует модели поведения, характерные для более младших психологических возрастов. И это, опять же, это неплохо, нехорошо, это вот некоторая новая рамка, в которой нам просто надо с вами работать. И, с одной стороны, вот эта часть усугубляется второй важной частью, которую нам с вами явно продемонстрировала пандемия. Это часть, связанная с тем, что мы с вами оказываемся в мире взрослых подростков. Фонд общественное мнение, когда только началась пандемия, проводил хорошее исследование, связанное с тем, как устроено сейчас социальное самочувствие населения. Так вот, оно очень близко к показателям 92-го года. То есть, когда кризис нас с вами эмоционально отпустил, то есть, мы уже второй с вами год доживем в условиях пандемии, как-то уже эмоционально мы подсмирились с этим, пандемия да пандемия, чего теперь делать. Но, с другой стороны, что делать, не очень понятно. Есть некоторая растерянность, есть некоторая надежда на то, что все-таки может что-то сейчас раз произойдет, и мы все вернемся к обычному режиму, но становится все более и более явно, что мы с вами долго будем жить вот в этом режиме изменившейся повседневности в силу пандемии, в силу того, что вот эти наши повседневные, ежедневные практики мы вынуждены с вами корректировать, мы вынуждены больше заботиться о собственном санитарном гигиеническом благополучии, мы с вами вынуждены принимать значительно более рациональные решения, чем, скажем, раньше. Так вот, в молодежной среде это имело очень интересное отражение, потому что молодые люди, ну, я сейчас попробую очень так упрощенно, но тем не менее уж, ну, как бы не совсем так, значит, не совсем дилетантский, значит, но размышление стандартного молодого человека на фокус-группе, оно примерно следующее. Почему вы претендуете на то, чтобы называться взрослыми, если вы вот все вот это допустили? Ну, вот весь этот пандемийный кризис и все остальное. Это же означает, что вы ничего не знаете, как взрослые, которые всегда говорили о том, что они все знают. И получается так, что если взрослые не очень понимают, что происходит, а взрослые постоянно не понимают, что происходит, они это демонстрируют молодому поколению на протяжении уже не первой пятилетки. Потому что когда у нас с вами появляется ситуация с пандемией, мы говорим, что вот сейчас пройдет первая волна и все будет нормально, потом появляется вторая волна, потом третья волна, потом четвертая волна начинает появляться. И понятно, что мы ситуацией не владеем и не управляем, то есть мы не понимаем масштабов происходящего. с другой стороны, появляется сложность в том, что мы как взрослые регулярно перед молодым поколением демонстрируем собственную, я не хочу сказать неадекватность, но некоторую несостоятельность как взрослых. Например, это очень явно было видно по всяким ситуациям, например, социальным сетям, когда, скажем, вначале мы с вами как взрослые радостно сказали, что мы блокируем Телеграм, спустя два года мы его разблокировали, потому что, как заявил один высокопоставленный наш чиновник на одном молодежном форуме, мы не смогли его заблокировать. И, в общем, подросток на это смотрится и думает, ну, какие же вы взрослые, если вы не можете сделать то, о чем вы публично заявили. Это просто одна из важных таких вех, которая была по исследованию молодежной аудитории, которая очень явно говорила о том, что подростки все меньше и меньше доверяют взрослому поколению в каких-то вот таких повседневных вещах. И получается так, что если взрослые не понимают, что происходит, то чем они отличаются от подростков, которые тоже не понимают, что происходит? Ответ простой. Ничем. Правильно. Потому что, ну, в общем, если никто не понимает, что происходит, то тогда взрослость в каком-то смысле исчезает. потому что всем нужно придумывать, а чего теперь делать. И поэтому для вас, как для специалистов по работе с молодежью, этот параметр взрослые подростки означает, что в вашей повседневной работе у вас должна поменяться модель лидерства профессионального. Вы больше не можете приходить к молодым людям и говорить о том, что надо сделать так-то и так-то, потому что я взрослый, я лучше вас знаю. Так, к сожалению, пока не работает. И не будет работать еще достаточно долгий промежуток времени. Сейчас с точки зрения лидерства в молодежной среде для профессионалов основной и базовой становится модель лидерства, построенного на действии и на пробе. То есть, вот смотрите, я взял, что-то попробовал, у меня получилось. Вот такие-то у меня получились выводы. И на этом основании вам, в общем-то, можно верить, потому что вы продемонстрировали некоторый опыт, подтвержденный практикой, а не опыт, построенный на теоретических знаниях, которые сейчас находятся вот в этом кризисе, поскольку вроде все, что мы с вами строили на теоретических знаниях, привело, в общем, к тому, что наша с вами жизнь за последние два года поменялась критическим образом. И поэтому, понимая, что меняется модель лидерства, вы должны, может быть, для себя иметь в голове такой пример, знаете, как Данка. Сердце вырвал и потопал в лес. Значит, светить. Чего там в этом лесу, никто не понимает. Значит, сердце, когда прекратит светить, тоже, в общем, мне очень понятно. Но вперед с песней, пробовать и практикой выяснять, как же должно быть правильно. Позиция такая, первая среди равных. Позиция человека, который не боится с молодым человеком вместе попробовать. И благодаря этому молодой человек и вы сами открываете для себя новые контуры, вот такой новой постпандемийной жизни. И это первый сложный сюжет, который связан и сложный вызов для нашей с вами профессиональной работы, который в своей основе имеет некоторые психолого-педагогические основания. Второй важный вызов заключается в том, что мы с вами оказались сейчас даже оказались в пространстве измененных повседневных не имеющих отношений от молодежи, но измененных повседневных практик. Что это значит? Ну, например, вот даже сейчас мы с вами находимся в Zoom, у нас с вами идет какой-то процесс, связанный с образованием онлайн, и это вообще говоря означает, что у нас с вами меняются повседневные привычки. Ключевая трансформация произошла, когда был первый локдаун, когда мы с вами все оказались заперты по домам и находились в таком состоянии практически кто-то там два, кто-то три месяца. Есть такое расхожее убеждение, что привычка у человека формируется за три недели. За три недели формируется у человека готовность к тому, чтобы перестать сопротивляться появлению привычки. А появляется она в разных случаях от двух до трех месяцев. Но вот собственно этого локдауна хватило для того, чтобы мы с вами трансформировали наши повседневные привычки. Потому что если ваша жизнь до этого на протяжении многих многого времени представляла из себя процесс, когда вы например в шесть утра просыпались, потом делали какие-то дела, почитали книжку, побегали, может быть, кто-то приготовил, кто-то кофе попил, кто-то час по новости почитал, потом покушали, доехали на работу. И там, например, у вас есть традиция в девяти приезжать на работу или приезжать в восьми-тридцати и полчаса пить с коллегами кофе, а потом с девяти часов начинают работать. Вот когда у вас вот этот привычный ритм поменялся на ритм, когда в девять утра вы в девять-тро восемь-сорок пять проснулись такие, причесались как-то и все, перед зумом сели, все, на работе. Так вот, это радикальная трансформация, если не сказать тектоническая трансформация, которую невозможно игнорирует. И у разных групп населения такая трансформация очень серьезным образом произошла. Поэтому мы с вами сейчас живем в мире, в котором мы с вами не до конца понимаем пространство, изменившееся пространство повседневных привычек молодого человека. А если мы с вами не понимаем вот это изменившееся пространство повседневных привычек, мы с вами не очень понимаем, за что нам цепляться в нашей профессиональной работе. Где теперь делать вот эти вот якоречки для того, чтобы эффективно отстраивать работу с молодым человеком. И еще один важный параметр, который вот в этом пункте возникает, это то, что последний пункт про отношения, то, что пандемия во многом внесла очень серьезные изменения в традиционной модели семейных отношений. Опять же, только сейчас появляются первые исследования, связанные с тем, как трансформировались привычки, как трансформировалась семейная жизнь, но ключевой трансформация прошла по линии коммуникации в семье, потому что те семьи, у которых не было устойчивой культуры рефлексии, я имею в виду, там, собрались вечером, обсудили, что произошло за день, они столкнулись с тем, что им пришлось о чем-то говорить, и это продемонстрировало серьезный коммуникационный кризис в семье, потому что если вы никогда с родными живя вместе ни о чем не говорили, то и у вас, например, ваша жизнь в семье, это жизнь, когда у вас утренняя такая планерка, типа, ну что, как у вас, все нормально, нормально, разбежались, потом после работы учебы приехали домой, кто-то в компьютер, кто-то в телевизор, значит, кто-то готовить, ну и как-то вот процесс коммуникации, он такой очень сжатый, то произошел кризис связанный с тем, что мы оказались в необходимости вести коммуникацию, и это было очень тяжело, а семьи с устойчивой культурой рефлексии, наоборот, столкнулись с тем, что, ну, простите, невозможно столько общаться в одном помещении, будучи закрытыми. Поэтому, конечно же, кризис в этом смысле произошел с обеих сторон, в этом смысле семейной жизни, и мы периодически с коллегами шутим, что, может быть, этот кризис и коронавирус в этом плане сделал, конечно, для семейной политики, может быть, чуть-чуть больше, чем вся семейная политика сама по себе, потому что, наконец, закрыл разные поколения в одном, в одних помещениях и заставил друг с другом разговаривать. Но последствия этого мы с вами поймем, мы начинаем понимать только сейчас. Последствия вот этих коммуникационных кризисов, которые происходили в самой ключевой, ну, как принято говорить, ячейке общества, да, кирпичики общества и к управлению которым мы с вами, конечно же, не имеем никакого в этом смысле отношения, никакой возможности как-то на это воздействовать и влиять. Третий важный вызов, который возникает в связи с тем, что меняется наше с вами профессиональное пространство работы, это рационализм. Пандемия очень четко показала, что рациональная мотивация становится одной из базовых. При этом, смотрите, она может быть не по-настоящему побуждающей действовать, она может быть декларативной, но при этом она должна быть. И это начинает выражаться в том, что рациональный вектор поведения становится ключевым вектором, на который работает, например, вся государственная машина, потому что она пытается призвать всех ценироваться, и это рациональное поведение, а мы с вами на это рациональное поведение не реагируем. Например, некоторые группы говорят, и там они не хотят этого делать. Мы с вами, например, привыкли, скажем, пользоваться, например, ближайшим магазином, а не тем, который бы нам хотелось. Мы вдруг начали доверять, скажем, разного рода приложениям, которые появляются, потому что это быстрее, проще. И поэтому в нашей с вами, опять же, профессиональной работе, пункт рационализма предполагает, что мы не можем больше работать с молодым человеком, мотивируя его, значит, за все хорошее против всего плохого, мотивируя его исключительно как-то за советскую власть, либо какими-то нерациональными мотивами. Мы с вами точно должны зашивать в нашу мотивацию для молодого человека понятные, рациональные, точные мотивы, которые для него становятся критерием того, что вы, уважаемые коллеги, являетесь взрослыми и здравомыслящими взрослыми. Взрослыми и при этом здравомыслящими взрослыми. Это очень важные параметры, не всегда совпадающие между собой. Поэтому в плане механик мотивации это очень важная поправка, с которой работать на самом деле становится достаточно тяжело, поскольку мы очень часто работаем в молодежной политике, не привыкли к тому, что мы должны использовать рациональные модели поведения, и рациональную механику мотивации. Однако сейчас это становится одним из базовых требований к нам с вами. Не требований формального профстандарта, а требований просто профессиональной жизни, которая вот сейчас так достаточно быстро изменилась. Четвертый пункт, это тоже очень серьезный пункт и сложный пункт. Он про то, что пандемия очень быстро показала нам, что мы живем в мире префигуративной культуры. Был такой культуролог Маргарет Митт, она выделяла несколько типов культур по механизму передачи знаний от одних поколений к другим. То есть вот например в обществах с постфигуративной культурой молодые поколения осваивают новые знания тем же способом, которым их озваивали старшие поколения и никак иначе. Ну например, если старшее поколение привыкло и знает, что наступление на граблю сулит получением черенка в лоб, то вот для того, чтобы молодое поколение освоило эту простую жизненную истину, надо положить лоб в эту самую граблю и заставить на нее наступить. И когда вы получите значит полбу, вот к вам придет важная жизненное повседневное знание. И именно таким способом все предыдущие поколения осваивают это знание. В противовес постфигуративным культурам, префигуративные культуры предполагают, что есть области, предметные области, сферы, процессы, в которых принципиально только молодой человек может научить старшее поколение, потому что старшее поколение не быстрое, не мобильное, старшее поколение не может принять всю сложность например этой сферы. И это было очень явно видно, когда в ходе перехода системы образования на дистант дети начали учить учителей, как пользоваться цифровыми инструментами. Так вот, мир, победивший такой перефигуративной культуры, это мир, в котором молодой человек является таким же соавтором окружающей нас жизни, как и взрослый. И взрослый ему это авторство в некоторых сферах уступает. Так вот, для нас с вами это вообще очень сложный профессиональный вызов, потому что мы вынуждены признать молодого человека равным партнером, а где-то мы вынуждены признать его и тем человеком, который лучше нас разбирается в некоторых профессиональных вопросах нашей с вами работы. И мы вынуждены на его мнение в этом смысле опираться. Это, конечно, звучит так достаточно сложно и где-то может быть резко, но практическая реальность такова, что сейчас возникают области и сферы, где мы с вами процесс авторства вынуждены отдавать молодому человеку, потому что если этого не сделать, он это сделает сам. И, в общем, сделать это без нас и у него все получится отлично. А мы с вами будем по-прежнему сидеть и говорить вот какой же он нехороший, значит, ничего-то он в жизни не понимает, а он, понимаете, он свою жизнь строит здесь, сейчас, у него нет времени ждать нас с вами по 3-4-5 лет, пока мы с вами разберемся в нашей бюрократии, разберемся в наших с вами каких-нибудь согласованиях и всем остальным. У него жизнь происходит вот сегодня. И для него этот момент является самым важным, а не моментом через 5 или 10 лет. И в этом, собственно, возникает еще одно важное противоречие и важный профессиональный вызов для нас с вами. То есть выработка профессиональной готовности к тому, что молодой человек в некоторых системах и в некоторых вопросах связанных с молодежной политикой разбирается лучше нас с вами. Поэтому ему эти пространства нужно уступить. Пятый пункт во многом является самым провокативным, потому что пандемия продемонстрировала нам, что традиционные пространства формирования комплексной социальной успешности, они стали разорванными. То есть человек, одно из важных вещей, это стадии, этапов, ступеней, которые должен пройти молодой человек, это переживание ситуации успеха. Что такое ситуация успеха? Ситуация успеха это с одной стороны, когда он что-то придумал и у него это что-то получилось именно так, как он придумал. И мы с вами разобрали вместе с ним и поняли, что он все сделал правильно. Либо когда у него ничего не получилось, но мы разобрали, почему у него это не получилось, и он сделал для себя вывод о критерии успешности, что если бы он сделал вот так, то все бы вышло так, как он задумал. Так вот эти пространства успешности, они не равнозначны пространством конструктива. Разберем на примере. Вот школа это пространство успешности. То есть место, где создается, где молодой человек проживает ситуацию успеха. При этом это пространство состоит из как пространства конструктива, так и пространства деструктива. То есть к пространству конструктива, например, относится учебный класс, где мы с вами сидим на занятиях, поднимаем руку, отвечаем на вопросы учителей, получаем хорошие оценки и получаем знания. И, например, пространство какого-нибудь кружка, в который идем после занятий, например, основных школьных. Но при этом школа это не только учебный класс. Школа это с точки зрения, например, деструктива пространства курилки где-нибудь за трансформаторной будкой, куда старшеклассники в большую перемену бегают покурить. И это важное пространство, тоже важное школьное пространство. Это пространство условного ничего не делания, пространство перемены, где можно побеситься. и только в совокупности все вот эти пространства конструктивные и деструктивные в конечном счете работают на становление гармоничной личности. Вот это очень важно, потому что одно без другого к сожалению не работает. Как бы нам не хотелось сделать жизнь молодого человека максимально конструктивной, потому что человек не может находиться в пространстве постоянного конструктива. Это не какие-то инсинуации, это простите законы физики. Если где-то убыло, где-то прибыло. Сила действия всегда равна силе противодействия. И мы не можем с вами отрицать, что этот баланс выдерживается всегда. Кстати, онлайн и процесс образования в онлайне очень явно это показал, потому что молодые люди, молодых людей начало складываться там очень психологически некомфортное состояние, когда они находились в пространстве тотального конструктива. То есть, когда они сидят в зуме на уроках, у них за спиной маячат родители, как бы смотрят, что вы точно там занимаетесь. Потом, значит, садись, уроки поделай, потом садись, книжку почитай, потом еще чего-нибудь не может человек находиться всегда в пространстве конструктива такого тотального стопроцентного, потому что это такой прямой путь к шизофрении и к психическим расстройствам, потому что на любой конструктив должен быть какой-то деструктив. И это то, чем мы должны с вами управлять как профессионалы, как специалисты по работе с молодежью. Но мы с вами к этому относимся очень с опаской, потому что мы не понимаем, как работать с пространством деструктива, мы сами его боимся, и поэтому этот деструктив случается в жизни молодого человека так, как он случается. Без нашего ведома, без нашего какого-то хотя бы подстраховки ничего этого не происходит. и в этой связи возникает проблема достаточно острая, когда молодой человек проведя с нами 24 часа конструктива, вынужден потом от нас скрываться, чтобы где-то восполнить вторую часть, потому что еще раз повторяю, в его жизни это вещи, и в жизни любого человека это вещи, которые всегда забалансируются. Но самое сложное это про пространство ничего не делания, потому что в нашей бесконечной такой попытке значит как-то оконструктивить жизнь молодого человека, мы забываем о том, что нормальное состояние молодого человека это вот как раз ничего не делаем. то есть это безответственная проба, потому что молодой человек пробует себя во всех смыслах, он пробует границ своего физического тела, пока взрослеет, он пробует свои социальные границы, социальные возможности и тому подобные вещи. Так вот, опять же, приведу пример, скажем, когда мы перевели с вами все форумы в онлайн, например, с точки зрения пространства ничего не делания, мы потеряли с вами первый раз за много лет очень большую прослойку молодых людей, потому что форумы, перешедшие в онлайн, с одной стороны, привели к тому, что у нас с вами на мероприятие пришла изначально заинтересованная аудитория, которая, может быть, до этого никогда не принимала участия в молодежных мероприятиях, потому что нужно было куда-то ехать, нужно было что-то делать, а тут раз, все в онлайне, можно зарегистрироваться, послушать, не выходя из дома, ну и, в общем, это просто удобно. И мы с вами получили на порядок более мотивированную целевую аудиторию, скажем, на региональных молодежных форумах, которая пришла к нам, потому что ей вот оказалась интересна эта тема, но она, например, по каким-то причинам не знала о том, что вообще мы этой темой занимаемся. Но, с другой стороны, мы упустили примерно треть молодых людей, которые пришли и приходили всегда в молодежную политику, вот, ну, что называется, от балды за компанию. Ребята, которые, например, ехали на форум, потому что, ну, не знаю, друг поехал, и я решил за компанию, или там, не знаю, мне девочка понравилась, я за ней поехал, вот она позвала. При этом мне это ваша молодежная политика, там, как телеги, там, пятое колесо, да, но вдруг оказывается, что эта молодежная политика где-то интересная, вдруг оказывается, что это какая-то прикольная, прикольная движуха, люди тут, в общем, тоже приятные, и поэтому я в нее втягиваюсь. И вот эти практики, ничего не делания всегда для системы молодежной политики были важным способом выполнения актива. Но, когда мы с вами переходим в онлайн, мы теряем с вами эту возможность. И вопрос того, как в пространстве онлайн восстановить эти пространства ничего не делания, становится ключевым, потому что в противном случае он просто исчезает. И поэтому мы с вами переходим к шестому вызову, потому что это вопрос того, а как, вот понимая эту разорванность, как донести себя везде туда, где находится молодой человек. Потому что, ну, такси вы там через Яндекс уже заказываете, еду наверняка заказываете, некоторые регионы у нас там голосуют уже через госуслуги, через предложения. То есть, все приходит к нам на экран компа или в телефон. И отсюда возникает вопрос, а что делать, чтобы прийти к молодому человеку в телефон? и это не вопрос того, что мы такие с вами все важные, классные, серьезные ребята, которые делают очень важное, серьезное дело, поэтому вот пусть молодежь ходит в наши молодежные центры. Нет, это риторика изначально проигрышная, это риторика такая уже даже позапрошлого века. Профессиональный вызов заключается в том, как сейчас преобразовать свои продукты, сервисы, технологии работы так, чтобы прийти к молодому человеку. Потому что по-другому, к сожалению, в ближайшее время боюсь, что уже больше не будет работать. Для специалиста по работе с молодежью доставка себя к молодому человеку всегда была проблематична. Когда произошла, например, пандемия, вспомните, одна из самых сложных проблем, с которой сталкивались все специалисты, и они все про это писали, регулярно проходили там разные обучения, они не знали, как своим ребятам с ними завязать разговор, например, в социальных сетях. Ну, это что, я должен просто ему вконтакте написать привет, как дела, что ли? Ну, типа, что, вот прям так? И оказывается, что сделать вот этот простой коммуникационный шаг для специалиста оказывалось очень сложно, потому что он, ну, он, к сожалению, испытывал некоторую неловкость. Потому что одно дело, когда вы работаете на вашем рабочем месте, и молодые люди там крутятся вокруг вас в молодежном центре, например, или в отделе по делам молодежи, и вы имеете возможность их как бы вот здесь сейчас дернуть. А другое дело, когда вам нужно написать им просто так, когда вы не находитесь с ними рядом, и у вас нет еще такой практики коммуникаций, не только с доверенным активом, а вообще с любыми молодыми людьми, которые ходили или ходят в вашем молодежном центре. Это становилось для очень многих серьезной коммуникационной проблемой. Как начать, в прямом смысле, как начать знакомиться с молодым человеком в социальных сетях, понимаете, который представляет для вас интерес с точки зрения молодежного актива, например. Это практически как вы с девушкой в сетях познакомиться. Не у всех получается. И не всем, в общем, легко, потому что, ну, блин, там как-то вот что-то смущает, там вот я покажусь каким-то странным, там и тому подобное, да, но оказывается, что мы вынуждены это уметь. И это для нас вполне понятный, очень технический, профессиональный вызов, который нужно освоить, который нужно реализовать. На основании этого, вот этих шести вызовов, да, и это, вы правы, у кого-то, например, эта коммуникация не вызывала сложностей, но не получалось увлекать молодых людей. Но так вот эти шесть вызовов вынуждают нас с вами как профессионалов, как специалистов по работе с молодежью, давайте я вот вот этот слайд выведу, обратить особое внимание на пять ключевых групп компетенций, которые у профессионалов сейчас, такой must-have, это те вещи, которые от нас с вами жизнь требует прямо здесь, сейчас освоить на очень высоком уровне и на глубоком уровне предпонимания и профессиональной практике. Вот мы постарались обобщить на самом деле большую часть ситуаций, с которыми работали последние полтора года, и вот этот профиль такой фактический, если хотите, профстандарт, он выглядит сейчас вот таким образом. Но это еще раз, это взгляд института молодежи, наш взгляд экспертный, мы как минимум фиксируем, что образ профессионального профиля это пять базовых групп сейчас. Первое это группа компетенций, условные, высокие технологии. Это про то, что современный специалист по работе с молодежью это цифровой специалист. Он не чувствует дискомфорта от цифровой реальности. Он очень быстро умеет работать со всеми типами коммуникаций и относится к ним профессионально. Что значит относится профессионально? Поясню. Профессионально это следующее. Очень часто, когда, например, мы проводим какие-то диалоги со специалистами, проводятся молодежи на местах, и, например, говорим им, типа, сейчас мы создадим чат в Телеграме, коллеги так закатывают глаза, так типа, боже, значит, и ты начинаешь разбираться, как бы, что происходит. Они говорят, ну, сейчас мы поставим этот ваш Телеграм. Ставят его, мероприятие проходит, они радостно после этого вам говорят, ну, все, мы Телеграм сносим, например. И вы так смотрите и думаете, а почему вы сносите? Они говорят, ну, потому что мы не пользуемся этим мессенджером, это вообще, какая-то фигня, придуманная, и нет у меня времени вообще в этих мессенджерах сидеть и что-то там делать. с одной стороны, эту позицию можно уважать, а с другой стороны, эта позиция, к сожалению, абсолютно непрофессиональная, просто потому, что мессенджер Телеграм сейчас, особенно каналы, которые там есть, в молодежной среде с точки зрения социальных сетей становится фактически основным источником получения информации. И если специалист проводит с молодежью на полном серьезе и говорит о том, что он не будет пользоваться инструментом, из которого молодые люди начинают в первую очередь получать информацию, тогда это примерно то же самое, когда водитель такси, например, говорит, что да не хочу я ездить на этих ваших машинах, у меня лошадка, я вот всю жизнь на лошадке езжу, там у меня тут кибитка и прочее. И все. Чего вы от меня требуете? Окей, я пересяду на машину на два дня, потому что у нас в своем мероприятии, но дальше буду ездить на лошадке. И целевая аудитория, которой нужно куда-то поехать, она смотрит на этого водителя и думает, ну, это, конечно, прикольно, наверное, такси на лошадке, но как бы во-первых, как-то вот скорость не та, которая нужна, честно говоря. Ну, на свадьбу можно заказать, например, да, или там на романтическую какую-нибудь прогулочку, да, но это вот раз в полгода или в год, понимаете, или там вообще раз в пятилетку. А для того, чтобы уехать, то есть решить главную задачу, ну, я уж, наверное, на обычном такси доеду. Вот очень простая аналогия. То есть не может специалист по работе с молодежью не пользоваться теми цифровыми инструментами, которыми пользуется молодой человек. Смотрите, потому что для него это профессиональное поле. Если молодые люди пользуются телеграммом и оттуда получают основную информацию, значит, специалист по работе с молодежью обязан там быть, обязан читать то, что читают молодые люди, потому что это не пожелание, это профессиональная область работы, потому что это область, где находится наша с вами целевая аудитория, а мы должны про нее в этом смысле все знать и должны сами быть цифровыми, как бы нам этого не хотелось, как бы больно нам не было осваивать эти технологии. Второй важный момент это группа компетенций микромасштаба, то есть это про то, как мы сами, как профессионалы умеем, во-первых, понимать, что нужно целевой аудитории на местах, как мы умеем организовывать работу на местах, потому что молодой человек не думает большими масштабами, для него, например, страна это мифическая категория, это непонятно, что такое, потому что страна, она в общем очень большая, я никогда не видел, ну вот так вот перед собой, понимаете, вот я двор видел, потому что из окна вот на него смотрю, вот двор, улицу вижу, город как-то вижу, потому что хожу по нему, молодой человек мыслит локальными категориями, и поэтому работа с инициативой молодого человека, работа с проектами молодого человека, она всегда локальна, и это аксиома. Если мы хотим эффективно создавать у молодого человека ответственность, например, за свою территорию, если мы хотим, чтобы молодой человек принимал и любил город, в котором он живет, или там населенный пункт, то мы должны создавать для него максимальное количество повседневных, очень локальных, очень маленьких практик изменения вот этой самой окружающей реальности вокруг него, окружающей территории. Потому что только с помощью этого мы у нас получается с вами формировать ответственность и формировать чувство сопричастности. Но мы очень часто с вами выбираем для той или иной работы с молодым человеком макромасштаб вместо микромасштаба. Ну, например, у нас очень много скажем с вами мероприятий в той же патриотике, например, завязанных на какой-нибудь макромасштаб, вместо того, чтобы поработать с микромасштабом. Ну, я имею ввиду, например, с локальной историей семьи молодого человека, потому что так проще воспринимается, скажем, патриотический материал. Но мы, поскольку сами не умеем с этим работать, мы и начинаем заниматься спасением мира. А молодому человеку практики спасения мира не нужны. Он от них упорно отказывается. И оставляет нас с ними, но без, собственно, молодого человека. Третий важный момент – это вовлечение. Это про то, что специалист по работе с молодежью – это человек, который умеет собственно быть с автором, с молодым человеком тех движух, которые придумывает молодой человек. При этом, смотрите, вовлечение – это про что? Это про еще один аспект и еще один контекст вашей профессиональной работы. Например, вы не сможете эффективно вовлекать, если, например, вы не знаете культурного контекста, в котором живет молодой человек. Что это значит? Если вы не слушаете музыку, которую слушают молодые люди. Если вы не ходите, не смотрите кино, которое смотрят молодые люди. Если вы не играете в онлайн-игры, в которые играют молодые люди. Вам они могут не нравиться. Вам никто не говорит, что они должны нравиться. Но знать вы это обязаны. Так же, как вы, как врач, должны знать, чем один приборный инструмент отличается от другого, так и специалист, который пробует с молодежью, должен знать, чем эта музыка отличается от этой, чем эта игра отличается от этой, чем линейка отличается от доты, что такое Among Us. И для вас это профессиональное поле. Это не поле работы по желанию. Поэтому, конечно же, когда возникают ситуации типа новостей о том, что в Екатеринбурге председатель комиссии городской думы сказал о том, что она там, зачем ей эти соцсети, у нее есть радио на кухне. В этот момент понимаете, что ей не очень обязательно, потому что она все-таки депутат, и она не только про молодежную политику, это такая хайповая, конечно, история, потому что там комиссия, в первую очередь, по образованию, науке и спорту, по-моему. Вот. А там, в общем, не так важно быть самому лично, значит, молодого возраста. Но при этом, с точки зрения профессиональных технологий, если мы работаем с молодыми поколениями, мы точно должны понимать этот контекст. Потому что, если мы его не понимаем, то мы остаемся за бортом. Мы просто с вами становимся непрофессиональными. И это же про умение вдохновлять. Вдохновение вообще очень сложная вещь, потому что, понимаете, очень сложно привить молодому человеку вкус к жизни, если у самого вкуса к жизни нет. Очень сложно помочь молодому человеку с освоением чего-то нового, если сам что-то новое не освоил или не осваивал давно. Именно поэтому вовлечение – это про то, как сделать так, чтобы молодые люди, вот как вы верно заметили, захотели вами увлечься. Самый простой способ сейчас для профессионала увлечь молодых людей за собой – это показать то, что вы не умеете. Потому что молодой человек, с точки зрения своей, с точки зрения такой философии, он находится в ситуации, когда он много чему учится. То есть он много чего не знает, и ему нужно много чему научиться. И ему нужен рядом взрослый, который так же, как он, много чего не знает, и которому много, о чем ему нужно научиться. Который может сказать ему, слушай, я тоже не знаю, мне тоже страшно, но давай вместе попробуем. И в этом отношении мы, конечно, обычно рекомендуем специалистам пробовать самовиджу очень простое упражнение, которое при его регулярном, при его целенаправленном повторении и удержании этого контекста может быть эффективным и поменять вашу модель коммуникации. Это упражнение, когда вы как специалист просто берете и отвечаете себе на вопрос, что я не умею делать, и предлагаете себе 12, например, вариантов ответа. Что я не умею делать? Вот я никогда не играл в какие-то онлайн-игры, я никогда не катался на скейте, я никогда не делал еще чего-нибудь. И с этим списком приходите к вашему активу и говорите, слушайте, ребята, никогда не делал, хочу научиться. Научите меня, пожалуйста. Не давайте я вас запишу в секцию, и мы вместе будем ходить, а научите меня, пожалуйста. Дайте им возможность вас учить. И тогда они увлекутся самым увлекательным процессом, потому что они почувствуют себя в той роли, в которой им никто пока не предлагает роль взрослого. Хотя в идеале мы все с вами делаем для того, чтобы они вроде бы как стали как можно быстрее взрослыми. Правда, кроме того, чтобы дать им возможность побыть взрослым и попробовать, что такое быть взрослым. А для этого вы должны встать в позицию молодого человека и дать им возможность вас учить. И тогда этот процесс превратится из скучного назидания в увлекательную и захватывающую штуку. Правда, вам придется очень серьезно над собой поработать, потому что не все специалисты по работе с молодежью готовы к тому, чтобы молодежь их вообще чему-то учила. Четвертый важный пункт – это тоже про увлечение. Это про то, что в современном мире дизайн становится одним из важнейших требований к специалисту по работе с молодежью. В этом смысле вам необходимо очень срочно задуматься о том, как вы выглядите. Во всех смыслах. В обычной жизни, в социальных сетях, где угодно. Потому что упаковка имеет такое же значение, как содержание. И если вы в это не верите, то, к сожалению, остается просто пожелать вам удачи в профессиональной работе. И все. Но те, кто пытаются работать с современными профессиональными вызовами, они точно понимают, что новый дизайн и необходимость собственного дизайна – это важнейшая профессиональная компетенция. Нужно очень точно задуматься, как мы выглядим. Потому что нас должны хотеть. С нами должны хотеть пообщаться. С нами должны хотеть поделиться мемом или новостью. Нам должны хотеть написать. Специалист по работе с молодежью – это человек, который влюбляет в себя, в том числе потому, что он очень хорошо выглядит. И это вопрос о том, а что мы делаем для того, чтобы просто хорошо выглядеть. Понимаете? Чтобы быть вкусными сами лично. В этом отношении, конечно, это очень сложный момент для многих коллег. Но это такое же профессиональное поле работы, над которым предстоит очень серьезно работать. И последний пункт – это условная группа компетенции рукопожатия. Это про то, как говорить с молодым человеком и населением на их языках. Вот мы с вами, как специалисты, должны прекратить верить в то, что мы что-то важное сказали на нашем специалистском языке, и все нас таки радостно поняли. Прекратить использовать те вещи, которые мы с вами почему-то убеждены, что мы не можем и как-то поменять. Ну, например, знаете, всегда специалисты проводят с молодежью, а ручь, что они не могут изменить название групп ВКонтакте, которые называются как-нибудь вот это монструозно, там МГБУ, МППУ, там БОУДОТ, Многофункциональный Молодежный Социальный Центр Повышения Гражданской Инициативности и Подросткового Самосознания. И название еще какое-нибудь, знаете, такое вот, чтобы уж совсем туда не хотелось зайти, там какой-нибудь там навигатор. Или еще что-то. Или там бригантина какая-нибудь. То есть вот прям такое, знаете, очень хочется в Советский Союз. И в этот момент мы с вами понимаем, что мы совершенно не работаем с упаковкой, это к предыдущему вопросу. А во-вторых, мы совершенно не пытаемся объяснить людям, что мы в наших центрах молодежных делаем. Потому что, когда вот это все читаешь, ты понимаешь, что сейчас что-то напоминающее муниципальную поликлинику сразу возникает. Сейчас мы туда придем, и нас там будут профориентировать. Или, как это, патриотически воспитывать. Вот, понимаете, жизнь человека не устроена такими категориями. Он не просыпается с утра такой, о, хороший день для патриотического воспитания, пойду-ка я воспитываюсь. Или, например, блин, какое классное утро, самое время реализовать социальную инициативу. Ну, не размышляет так человек в обычной жизни, понимаете. Он размышляет, просыпается такой, блин, кофе хочу. И вот если у него есть под боком молодежный центр, где он кофе может выпить, он туда пойдет. А дальше, когда он туда пришел, мы уже можем с ним что-то делать. Когда он в каждое утро начинает ходить за кофе в молодежный центр, условно. Так вот, понимаете, это к вопросу о том, что специалист по работе с молодежью, это человек, который говорит на нескольких русских языках. И он хорошо знает русский язык, которым владеет молодая аудитория. И с молодежной аудиторией говорит на ее языке, а не навязывает ей свой сложный бюрократический язык. С населением говорит на языке население, но за счет того, что он с одной аудиторией, с другой аудиторией говорит на понятном ей языках, аудитория начинает перетекать к нему и начинает в какой-то момент говорить с ним на его языке. Но это, собственно, один из, наверное, ключевых вызовов, потому что мы сейчас совершенно этому не уделяем внимания. Мы не пытаемся понять, на каком языке говорит наша с вами целевая аудитория. Мы не пытаемся говорить с ней на ее языке и объяснять, что мы от нее хотим. Мы считаем, что мы можем объяснить бюрократическим языком, и все, в общем, будет в порядке, и нас поймут, потом мы разочаровываемся, что там никто не пришел. Так вот, другого способа, как идти к аудитории и начинать с ней разговаривать на ее языке, просто нет. А если мы не знаем этот ее язык, то идти и учиться разговаривать. Потому что нет каких-то курсов условных, знаете, типа молодежный язык, 20 слов, после которых вас не побьют, когда вы придете к пьяной молодежной компании в подворотне, уговаривать их пойти на день флага, например. Нет такого курса. Но есть практика повседневного общения, когда вы понимаете, что есть разные группы молодых людей, и вы идете к ним и слушаете, о чем они говорят. Пытаетесь разобраться в этих словах и пытаетесь аудитории донести мысль ее словами. И вот это, наверное, самое сложное, потому что предполагает отказ вначале от специализированной терминологии, бюрократической, в пользу человеческой терминологии, а потом принятие того, что мы с вами как специалисты в работе с молодежью вынуждены брать на себя вот эту издержку перевода. Потому что, конечно же, мы вынуждены молодежный язык объяснять начальству, объяснять всем остальным, каким-нибудь проверяющим инстанциям, но это не повод не говорить с молодежью на молодежном языке. И это четвертый сложный вызов, четвертая сложная группа компетенций, которая становится одной из критических в работе с молодым человеком вот просто в силу настоящего профессионального момента. Уважаемые коллеги, ну вот на этом, наверное, я завершу выступление и буду рад ответить на вопросы. Спасибо, Николай Викторович, коллеги. Всем разрешен доступ к включению микрофона. Если голосом Николай Викторовичу задаете вопросы либо в чат напишите, пожалуйста. Лекция очень интересна, особенно в последней его части о профессиональном образе специалиста и особенно о изменении психолого-педагогических и социальном партеке целевой аудитории. Прям подтверждение вчерашних и позавчерашних наших выкладок коллег и социологов, которые показывали изменения активной молодежи. Коллеги, есть у кого какие-то вопросы? Пожалуйста. А YouTube-канал что у нас? Вот вопрос, да, значит, по поводу «ну не знаешь, как провести их досуг». Смотрите, да вам и не надо знать, как провести их досуг. Важно дать возможность ребятам вас вовлечь в их досуг. То есть, смотрите, перевернуть картинку. Не предложить им с вашей стороны 3-4 варианта, что вот смотрите, у меня есть такой, такой, такой. Есть настольная игра такая, такая, такая. Нет, а предложите им, типа, ребят, знаете, я вот что-то подустала тут на работе, отдохнуть хочу. Какие есть мысли? И попробуйте посмотреть на досуг их глазами, не пытаясь их структурировать. Дайте им возможность самостоятельно определиться с тем, что они могут, а вы выступите тем человеком, которого они сами, как бы с точки зрения даже такой, знаете, пусть они выступят вашими экскурсоводами в мире их досуга. И это будет значительно более эффективно, чем если вы напишите себе там 4-5 разных вариантов и потом будете их предлагать, вот как такие, знаете, решения. Значит, у меня есть вот 1, 2, 3, выбирайте. Попробуйте перевернуть картинку. Так значительно эффективнее. Мы сегодня говорили с вами про такой фактический профессиональный стандарт. Если вы хотите проверить себя на то, насколько вы соответствуете формальному профстандарту, то есть вот этому минимальному набору знаний, умений и навыков, то я отправлю Олегу ссылку на общедоступное тестирование, которое есть у нас на сайте института. Оно бесплатное. Единственное, только надо проходить с компьютера и располагать примерно 60 минутами вашего времени. Но по итогу прохождения этого тестирования вы получите индивидуальный отчет личный на почту о том, какие темы и какие блоки в профстандарте у вас западают. То есть вот, что вы не знаете, например, вот эти тематические блоки, вот эти тематические блоки у вас хороши. И вы сможете себя просто проверить на формальный профстандарт, а не фактически. Фактически это вот нам сейчас с вами предстоит придумать, как это все проверить. Спасибо огромное, Николай Викторович. Будем ждать с нетерпением. Коллеги, ссылка будет доступна в самое ближайшее время на прохождение тестирования в YouTube-канале. Мы сразу же ее разместим.